Бля, ну это реально гениально. Я не казах. Мало кто знает, но Моргенштерн все спиздил у МС Похков. Наркотики злом, блядь. Куплет три-четыре раза переписывал, потому что он мне не нравился. Я тебя свожу на свой район, где я родился, и я тебе покажу. Такой отврат, такой ест. Солбоеб меня разъяснили. Вот Моргенштерн говорил, что он там, легенда, он все может уже сдохнуть. Я мог сдохнуть в тринадцать, в принципе. Всех приветствую, друзья. Вы на канале Отбитый. Сегодня я приехал к МС Поху, человеку, которого я слушал, когда мне было лет пятнадцать, наверное. И вы, исполняя свою мечту, добавляя этого человека в свою коллекцию. Пообщаемся немножко. Ну что, здорово, Паш? А, блядь. У нас сломался микрофон. Здорово, братан. Вот. Как доехал, блядь? Доехал, вообще топчик. Прилетел. Я думал, самолет упадет, но все нормально. Короче, смотри, самое первое. Я хочу подарить тебе брезент, презент от магазина, интернет-магазина секс-шопа Госпожа. Держи. Это тебе для твоего... Для рэпа. Для рэпа, чтобы читать постоянно у него, да. Не знаю, как YouTube на него отреагирует, вот. Мы его заблюрим. Мы его заблюрим, но лучше его, ну, куда-нибудь... Убери просто, чтобы видно не было. А то блюрить весь видос. Вот, вот это по-нашему. Присел на него. Хорошо. Уже будет не секрет, что у нас сегодня будет рготное интервью. Кратко расскажи, чем ты вообще занимаешься. В данный момент. Да, ну, в данный момент... И вообще, почему МСПОХ, откуда ты вообще, как ты пришел к этому, братик? Ну, давай, смотри. Чем я занимаюсь? В данный момент я сижу на резиновом члене. Это топчик. Это топчик. От магазина Госпожа. От интернет-магазина Госпожа. Вот, это четко. Да, как все россияне, я работаю на работе. На двух работах. Чтобы прокормить себя, своих детей. И свою семью. Вон там сидит девушка. Поверни камеру. Там сидит девушка МСПОХа. Все, она тоже теперь... Она тут поддерживает Пашу. Вот это было хорошо. Пошла, пошла. Почему произошло МСПОХ? Почему вообще МСПОХ именно? А так получилось, хуевую знаю. Ну, потому что я... Кстати, блядь, для долбоебов. Вот, тебя же смотрят по-любому, какая-то часть долбоебов. Ну, а канал отбитый, сам уже понятно. Ну, так вот. Я нихуя не Григорий Каменев. Меня не зовут Григорий Каменев. Блядь, Григорий Каменев это один из моих, блядь, творческие псевдонимы. Меня зовут Паша, ёб вашу мать. С долбоебами я разъяснили. Меня зовут Паша, я МСПОХ, мне 25 лет. И я не казах. Ладно, вопрос, смотри. Я русский, давай. У тебя есть трек «Конопля». Дудка. Дудка, ну да, дудка, дудка. Ты в то время, это было в 2011 году, когда-нибудь курил коноплю? Да ладно? Да. В школе, блядь? Ну, блядь, старик, я как-нибудь, если мы с тобой плотно будем сотрудничать, пойдут бабки вверх, посмотрим миллионы и все дела, я тебя свожу на свой район, где я родился, и я тебе покажу, и ты сам поймешь, что, в принципе, да. Там нереально было не покурить. Нет, нет, нет. У меня там, блядь, чувак с первого этажа. Сколько тебе было лет, когда ты покурил? Блядь, лет 13, наверное. Я нихуя не понял. Нихуя, ты ж жесткий отвечаю. Я нажрался в первый раз, блядь, пиво, нахуй, в 10. Как ты понял, что твой рэп вот начал разъебывать? Слушай, смотри, я вообще до сих пор этого не понимаю, на самом деле, я об этом не думаю. Друзья, многие задают мне вопрос. Лех, как ты путешествуешь постоянно, куда-то гоняешь, к гетельману, к поху, к хуеху? Откуда бабки? Я говорю без промедления. Крипта. Крипта? Суть в том, что крипта постоянно растет, падает. И чтобы понимать, какая крипта стрельнет, нужны знания и опыт. А в этом мне помогает мой большой друг. Школа Крипто.Го. Ссылка, конечно же, на них будет в описании. У них есть два варианта обучения для тех, кто хочет обучение попроще или посложнее. Но суть в том, что на бирже можно зарабатывать. Лично мой друг, который занимается обучением, перейдите по ссылке в описании. Или напишите лучше в инстаграм моему другу Ильсафу. Ссылка тоже в описании. И узнаете у него, как зарабатывать на бирже. Все, погнали. История такова. Я записал эту хуйню в 11-м году. Это был такой локальный мемчик, понял? Школа, ну типа в школе. Потом далее это была шарага. То есть кто-то там из старших слышал, тоже угорал. По городу, локально. Из старших в смысле? Это в смысле из... Просто кто постарше. Ну старший, да. Потом я уебал в армию. На год. В 15-м году, да. И как-то сидя в карауле, мне скидывает чувак, мой старший с района, в ЛС с Орленка, понял? Пост с моими треками. Я такой типа... Ебать мой хуйня. Ну типа... Ну я понял? Я не понял. Мне тут же начала в ЛС слиться какая-то хуйня. Типа ты еблан, дебил, мудак. Пидор, чмо. Мы тебя убьем, зарежем и расчленим. Хотя я до этого еще не был в Петербурге ни разу. Я посмотрел как-то все твои видосы. Много-много видосов про тебя в целом. Это с Хеконом которая? Не только. Кратенько можешь рассказать вообще, как были написаны твои треки. Ну то есть, в целом, как вообще это было? Все это как? Это было еще школа, сам понимаешь. Это где-то на уроке было написано. На каком-нибудь абсолютно неинтересном уроке. Типа истории, блядь. Типа написал. Потом на перемене, блядь, с пацанами поугарали. Потом, блядь, типа поехали, записали. А ты получается это у кого-то писал, да? У одноклассников своего. Все, тогда следующий вопрос. И ему, кстати, тоже привет. Он где-то потерялся. Он зубами умеет закрывать, я вахую вообще. С кайфом, блядь. Просто на самом деле, у меня знаешь, какой был реально крутой вопрос? Почему? Честно, я поначалу не верил, что ты им сипох. Знаешь, почему? Почему? Потому что у тебя раньше было охуевшее качество. Реально качество топ. А нынешние твои треки по качеству плюс-минус. Потому что я сам их записываю на, блядь, вот так вот. Все, теперь вы это знаете. Ты считаешь, что ты исполнитель одного трека? Слушай, я вообще себя как таковым исполнителем не считаю. Ну, один трек это по мнению кого? По мнению людей? Да, да, да. То, что он стрельнул, все узнали. Ну, значит, хорошо. Но это же не последний. Если я сейчас продолжу, то извини, пожалуйста, креститесь, помогите, блядь. Удачи чисто. Давай за это. За продолжение. За разъебочка. Конечно. Не, раз говоря вот по этой теме, понял, по одного трека. Ну, у меня же не один трек пиздатый. Ну, вообще, да. Они все пиздатые. Но стрельнули, блядь, ну, два там, блядь. Весенний лес, ярость, лирика, школа. Точно. То есть это уже не одного трека, правильно? Да, да, да. Ладно, следующий вопрос. Мне у тебя больше всего зашел трек, но я люблю такой более посерьезный рэпчик. Ру-рэп. Блядь, ну это реально гениально. Русский рэп бесценен, как конверт без марок, зато бестселлер, не то, что западный аналог. Квадратные рифмы? Нет, там реально круто было. То, что я один из них. Это все спижина, блядь. Да ладно? Это все, слушай, ничего не придумано нового. В смысле, это все рифмы спижина? Нет, рифмы, ну, блядь, это же, я слушал тогда, что я слушал, блядь. Ну там, сектор газа, красную плесень, Оксимирона, блядь, гражданского, Оксимирона, почему же, все его слушали? Да, да. И я его слушал, и АК-47 я слушал. Наверное, я вдохновлен все-таки на написание этих треков был АК-47. Витя, блядь, давай, пожалуйста, фит уже, ебанем. Да, кстати, если Витя Ака смотришь меня, блядь, я хотел к ним приехать, я бы в ЕКБ полетел сразу же, как только ты мне напишешь в Инстаграм, ответь. Витя, я люблю тебя, Витя, блядь, пожалуйста. Да, да, в натуре. Так, давай другой. Так, как ты считаешь, почему завирусились твои треки? Слушай, ну потому, блядь, я не знаю почему, ну почему, блядь, кто первый, курица или яйца, я хуй его знает почему, потому что так получилось, блядь, потому что это было весело, лайбово, не знаю, потому что это было искренне, это не подразумевалось, как сказал, кстати, Витя Ака, в каком, я не помню, дословно, в каком-то интервью, по-моему, на вписке, он пизданул, что, типа, если ты делаешь музло изначально с замыслом, получить с этого бабок, не делай, потому что это хуйта, вот. Солидарен, пацаны, я также свои видео делаю, не с целью делать бабок, ты в каком-то из видео сказал, что тебя как-то отхуярили за трек. Да, это было такое. Бля, расскажи про эту хуйню. Смотри, короче, это был дисс на наш МС, и дисс на жокея. Смотри, это, короче, тип, вы смотрели, я тоже надеюсь, что они сейчас живы-здоровы и пишут отличный рэп, и научились писать хотя бы. То есть я тебе потом скину, ВК просто можешь вставить как кусочек трека. Мой город Терпаху, и мне похуй на все слова, которые несут чудо, я отсюда родом. Мы будем помнить подвиг этих правых ребят, ведь не зря по всей РСи вечные огни горят. Память подвига, совершенного вами, закровавленными сердцами. У них, во-первых, было блевотное качество, во-вторых, ну это чисто такой, знаешь, 2010-го пацанский рэпчик про ничего вообще. Я написал два дисса, сначала на наш МС, они начали типа, все, тебе пизда, ходи, оглядывайся. Я такой, да пошли вы нахуй. Написал еще дисс на жокея. А жокей-то кто? Ну тоже из этой тусовки какой-то хуй, короче. Он уезжает. Апсос? Да, не знаю, апсос он или апсос. Надеюсь, все у них хорошо, без негатива, без негатива. Все хорошо, ребят, не бейте, пожалуйста, у меня второй раз. И как тебе? Так вот, мы договорились словиться, типа, попиздеть. С кем? Вот с этим типом, да, что-то типа. С жокеем? Да, он хотел спросить типа с меня за эту хуйню. Да и сколько тебе было лет? Блядь, мне было лет 14, так же? Короче, а они старше были, понял? На пару лет они старше. И они были с района, по-моему, они были с Черняги или с Большевиков. А ты откуда? С Серпухов. Ааа. Город Серпухов. Они были с района Серпухови тоже. Ну район такие, понял, жесткие, отбитые. Вот. Не-е-е. И типа, я приезжаю туда с типом, мы вдвоем были. И еще двое с нами были так чисто. Поугарать. Да. А их приехало ебать сначала пять человек с Басикой, еще пять. Короче, их в итоге набралось человек 20. Нас завели во двор. Я такой, ну, вижу эту толпу, собираешься, думаю, бля, надо петлять, нахуй, начи пизда. Начинаю петлять. Они такие, ага, стой. Ну ладно, все, пойдем. Пойдем получать пиздюлей. И что, похуярили? Ну, похуярили чуть-чуть, да, побили. Как вот у техника было с Маваши в Воронеже. Только у меня писяном не стучали резиновые. Бля, братик, ну можно сегодня усунуть. Ладно, понял. Желательно настоящим тогда. Так, 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 смотри. Вот смотри, я тоже такой момент, что у тебя, короче, твое творчество было до, вообще там где-то там 2011 год, потом 4 года назад, это 2017-2018 год. Да, по хлопку ты имеешь в виду, да? Да, да, да. Когда ты еще пришел к Хекану, еще что-то выпускал треки, и потом опять затих. Нахуя так? Я не затихаю, я затихаю только с одним из псевдонимов. Я же тебе скидывал вроде свои какие-то другие проекты. Расскажи про другие твои проекты. Ну, это сайты проекты, типа, что в душе, знаешь, тяжелая жизнь. Расскажи людям, тяжелый рэп. Как называются? Называется один проект 69 Stone. Stone? Ну, вот это как раз так не Stone, Stone, да. Вот Григорий Каменев откуда взялся, G Stone, Джордж Стоун, Георгий Каменев. Там я пишу, типа, такой андеграундный рэпчик, навеянный типами, как Космонавты, Барбитурный Охотник Том, типа ТВЖ, вот эти всякие вот эти вот ребята. Тяжелая грустняха. Вот, есть у меня также проект Fuck Good. Это все отдельные группы ВКонтакте? Да, да, да. Подписывайтесь на группу ВКонтакте? Не, оно, оно есть, кстати, на SoundCloud, у меня есть один профиль, и там вся, вся музыка есть. А почему у тебя есть вот эти альтер-рэго? У тебя заебалываемся эпохи? Нет, просто, знаешь, ну, не всегда же ты можешь в одном топить. Да, и эмсепох тоже поменялся. Я же в росту меняю, в любом случае, не... То есть, Джим Керри там пробы 85-го года, и Джим Керри пробы сейчас, это же два разных Джима Керри совершенно. То есть, Джим Керри в Айс-Вентуре и Джим Керри в сериале, блядь, про психопата, нахуй. Это же один и тот же человек. Ты растешь, у тебя какие-то мысли появляются параллельно, и их надо выплескивать. Ну, надо ли? Ну, вот. Солидарен. Ты где-то говорил, что, типа, тебя вот так трогают комментарии, но я смотрел, и я сам заметил, тебя реально трогает твои, как бы, отзывы от комментаторов, от хейтеров. Реально? Так это же ты так далеко не продвинешься, брать. Да, я понимаю, я поэтому больше их не читаю. Я понял? Ну, меня просто бесит, когда чувак, ну, я просто понял для себя тему, что если ты пишешь что-то в интернете, значит, тебе не хватит. Тебе нехуем заняться. Жиза, блядь, жиза. Тебе нехуем просто заняться. Типа, можешь в инстаграме найти на аккаунте злой школьник мой клип Банька и посмотреть комментарии. Просто, или в ВК найти, посмотреть комментарии, то просто, ну, я не знаю, что... Который вы сфиконом читали? Нет, это новая Банька, 17-го года, которая, где я ебать лежу, такой в десятках. Классный клип, советую посмотреть, и если вы тупой, то вы его не поймете. По факту. А ты шаришь за таких старых рэперов, как Бандит 228? Конечно. А, в натуре? Трек про Спайс, который у него был. Ебанько, например. Да, ебанько, кстати, про ебанько. Он мне тоже говорил, что он с тобой общался. Да, чувак, его менеджер, это мой менеджер на данный момент. Нихуя себе. Блядь, прикинь, я им написал, они говорят, пока мы нихуя никому не даем интервью, но, блядь, если ебанько... Смотришь этот видос, то... Андрюха по-любому посмотрит. Бля, если ты смотришь, бля, пошли ко мне, я реально, я ебанько мечтаю взять тебя к себе на канал пригласить. Я хочу с ними фит. А что они не хотят, или как? Они пока что-то мутят свое. Все, ну, у них канал серьезный начинается. Кстати, мы с тобой еще фристайлить будем. Охуеть. Вот сейчас во двор зайдем. В рэп-двор? В рэп-двор. Есть колонка блютуз? Нет, мы с твоего телефона. Тогда мы не будем фристайли. Будем, будем, будем. Нет, будем. Если у тебя нет китайской GBL, то мы не будем фристайли. Будем, братик. Я меньше чем на китайскую GBL не фристайлю. По-братски. Вообще да с базаром. Все, ради канала отбой. Самое интересное, знаешь, вчера еще какая ситуация была, чтобы ты понимал вообще, где мы находимся, что это действительно культурно-исторический город. Очень богатый, духовный, материально, морально, всячески. Мы вчера идем домой по набережной. Идет на встречу чувак такой, знаешь, надвижен, жесткий. Такой, а че, не будь сигаретки? Я говорю, у меня, братан, не курим. Он такой, а что не хотите солей? Ну, скоростей не хотите? Малая бушина. Скоростей, нахуй. Что, уебало? Нет, куда ты что, гонишь? Какой-то, нахуй, обрека, бля. Я бы вот пинал еще, обоссал, бля. Если бы у меня вчера был вот этот вот прекрасный дилдак, я бы его и по лицу не настучал. Мы против наркотиков, друзья. Против наркотиков. Наркотики зло, блядь. Пужиза. Да. На самом деле не очень против, не против всех. Ну, ладно, это не... Я все-таки за геройин, за геройин. За пи***ин. Придется за пи***ин. Дизам, тоже неплохо в пах его ставить. Правда, ноги отваливаются потом, но... Понял, ну ладно, друзья, мы меняем локацию. Переходим в локацию, пол. Ты недавно фитовал с Дьюти Паем. С кем? Дьюти Пай. С Тефан Пай? Да, да, Стеф, бля, ну, похуй. Ну, и... Как тебе это вообще? Не знаю, мне написал Егор. Егор, привет, ты по-любому это посмотришь. Привет, Егор, который рисовал обложки для Моргенштерна. Красавчик, респект, блядь, вообще молодец. Парень может. Ну, вот. Мне написал Егор, с гор, который там тоже на фите. Типа, давай замутим. Я говорю, давай замутим. Он говорит, все с меня, типа, бит, студия, все с меня. Я говорю, хорошо. И там нарисовался Стефан еще. Что, я считаю, за это можно... Мне кажется, вот это было отличное. Это было шикарное. Шикарное. Так вот. Не, было весело. Я с этим треком даже выступал пару раз на Hard Fish Party. Кстати, была вот недавно третья. Что такое Hard Fish Party? Hard Fish Party. Это там выступает... Куда ты хотел меня позвать? Да, ребята выступают, там Crazy Maga Hell выступает, там выступает Russian Village Boys, там выступает Skurt, там выступает Karev. Обязательно. Все подписываемся на Skurt, на Karev, на всех ребят. Слушайте отличную музыку. Там выступает группа Raid Wade. Тоже рекомендую всем подписаться. Отличная музыка. Недавно вышел альбом, будет скоро еще музыка. Возможно, будет фит даже у меня с ними. О, четко. Ну, короче, такая технопатия, вот этот ленинградский электроклуб, даже там GSPD бывает, периодически, скажите. Бля, если бы я туда залетел, было бы охуенно. Вот, а ты проебался. По факту. Так вот, и типа с треком. Я с этим треком выступал на первой Hard Fish, и, по-моему, даже на второй я с ним выступал. Это, который я х***ю тебя веником, ты х***ю. Да, 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 да. Я куплет три или четыре раза свой переписывал, потому что он мне не нравился. Этот финальный тоже мне не очень нравится, но... Слушай, давай тогда прямо сейчас. Че? Сейчас будет? С фитами трудно. Вообще. Ну, знаешь, я так, как начал, как сольный, скажем так, артист. Хочется самому все это делать? Нет. С фитами просто дело в том, что как бы два разных человека, тем более, если вы не сильно близко знакомы, сложно уловить, чтобы это было все как бусины, блядь. На одной нитке, нахуй, красиво смотрелось. Чтоб в одном стиле. Вот я сейчас тоже продаю фиты, блядь. Короче, если кто-то хочет со мной фит, пишите. Сколько стоит? Ну, по-разному. Хуй, хуй там. Если там Моргенштерн, то ему за тысячу, а если какой-то ноунейм, то за десятку. Нет, десятку дорого. Я десятку не беру. По поводу нового творчества. Ну. Что хочешь дальше делать? Блядь, я пока не знаю, на самом деле. Вот сейчас очень такое время, ну, в плане музыки, что сейчас вся музыка, она вообще, как бы, коммерциализирована. Если разобрать, ну, вот, сейчас, как это называется, ну, типа, вот эти, Soda Love, вот эти все чувачки, как оно называется? Ну, типа, дриллок, да. Детройт рэп. Вот, ну, если разобрать, у них же все треки, сука, каждая об одном и том же, только в разном, блядь, компоновке разные слова. Ну, ты так не хочешь? Я, ну, на нахуй это надо. Знаешь, я, типа, у меня изначально не было цели выкачивать бабки из этого. У тебя больше стиль АК-47, такой старый, олдскул такая, да, типа? Да у меня свой какой-то стиль вообще. Ну, вообще, я же начинал оттуда, я рос на такой музыке. Как бы, сейчас дети, которые растут, там, скажем, там, на Лил Пипе, блядь, на, ну, вот, на новой школе уже рэпа, у них вот так вот формируется, и что им это проще. Не знаю, я могу так читать, я могу читать вообще по-всякому. Ну, трахнишь рэп, давай, вот, сразу по факту, трахнишь рэп. Ну, я не знаю, я его давно уже трахнул. Ну, по факту. Как бы, вот, Моргенштерн говорил, что он, там, легенда, он все может уже сдохнуть, я мог сдохнуть в 13, в принципе. Вот, привет, Алишер, блядь. Гений, гений, там уж оператор, я ведь, заржал, да, и девушка. Понял. Ну, такого панчика лёгкий. Слушай, а по поводу твоих новых треков, то, что, там, 8 марта, там, любовь в казарме, это чисто по угарчику? Да, это мы сидели с моим кентом, которым я снимал баньку 17-го года, привет, Женька, привет. Скоро к тебе приеду, не Жендос, Евгений. Евгений, с уважением. С уважением, человек серьезный. Типа, мы с ним, что-то я в Украине жил еще как раз. В натуре? Да. Ты из Донбасса? Нет. Скажи, скажи, да. Да, я с Донбасса. Мы это встали. С Донбасса. Сука. Я с Донбасса. Так вот. И, короче, мы с ним что-то сидели ночью в скайпе, бухали. Я говорю, это было ночь с 21 на 22 февраля. Я говорю, сейчас накидаю трек, подожди 5 минут. Я накидал трек, прочитал ему, отключился от скайпа, записал, скинул, и бать, он умер нахуй. Притом, что человек вообще музыку такую никогда не слушал, вообще ему это не близко. В новиночку было. Да. Вот. Ну, а это, да просто прикол. Не знаю, у меня был микрофон, и почему бы не писать. Топчик, ладно, давай по поводу интервью с Хиканом. Давай. Тебе вообще понравилось, что на тебя обратил Хикан внимание, потому что канал-то так немаленький, так сказать. Тогда было, да, интересно. В смысле обратил внимание, так получилось. Это был какой, блядь, 17, первый интервью 17-го года или 18-го? 17-й год. 17-й год. Да, это был, короче, 30 или 31 декабря, 31-е, мы приехали на хату бухать на Новый год. Я что-то подбуханный такой думаю, бля, я его смотрел как-то, какие-то видосы. То есть, я знаю, кто это такой, мне нравилась группа, то есть, там мемчики же даже были в бабуле Хикана какое-то время. Сейчас он там просто видосы его, и все. Привет, Вань, кстати. Ландос. Вот. И я ему пишу, типа, здорово, я такой-то, такой-то, там, не хочешь, там, что-то, то-си-бой-се, респекти. Не хочешь, то-си-бой-се. Ну, да, то-си-бой-се, хуй на тросе. Так вот. Он такой, да нет, ты пиздишь, есть пруфы, я такой. Отсоси, потом проси. Ну, короче, что-то, а, он говорит, скинь фотку. Я скинул фотку, он такой, сейчас. Проходит там, что-то, полчаса-час, такой, да ну, нахуй, типа. Надо, говорит, видос по-любому, я говорю, ну, давай. И, по-моему, мы 1 января, 1 или 2 мы с ним снимали видос первый. Здесь я сижу в дурацкой шапке. Ну, на самом деле, вот онлайн видосы, почему-то я, честно, Хикана люблю, но не уважаю, знаешь, почему? Блядь, онлайн видосы, это же параша. Ну, и что, и начали с ним видосы спилить, просто с ним общались какое-то время. И все, у меня вроде что-то там по карьере. Ну, как по карьере. А нормально, кстати, просмотров прибавилось? У меня? Да. Да нет. Слушай, проблема моя в том, ну, не моя проблема людей, потому что они тупые мудаки. Ладно, я всех люблю, блядь, ребятки. По факту, по факту. Так вот, тупые мудаки ебаные, блядь, в рот вас всех ебал дебилы, они, у них как бы есть вот аморфный какой-то, знаешь, неосязаемый эмсипох, который в одном лице и казах, и вообще какой-то невнятный хуй, который сейчас выдает, блядь, себя за меня, что он там, блядь, 13 лет читал Баньку, а сейчас он дрил какой-то. Иди нахуй, прогуляйся, уроки доделай, блядь. Типа, у них нет понятия, что вот это конкретно я. Да, да. Понимаешь? У них он эфемерный эмсипох. Ну, блядь, братик, ты, конечно, сделай. Типа, на меня подписано вообще, блядь, процента 3, наверное, дай бог, 3 процента из тех, кто знает меня. Остальные подписаны были на этого казаха, блядь, еще на кого-то хуй пойми, были страницы в ВК, блядь, группы, с которой, типа, давайте денег скидывать. Ну, и как бы у людей нет понятия, что это я. Мне до сих пор пишут, Вау, это правда ты? Типа, блядь, ты мудак? Не, ну, сам подумай, у тебя, ебать, у тебя между, получается, первым твоим разъебом и как ты начал, ооо, и как ты начал что-то дальше делать, у тебя разница сколько, 5-6 лет? Я все это время делал, я всегда что-то делал. В натуре? Типа, у меня не было перерывов, у меня просто были, я же тебе говорю, под другими какими-то псевдонимами, какие-то другие вещи я делал. Ну, давай, знаешь, как сделаем, ты мне все ссылочки скинешь, я оставлю, блядь, пацаны, зацените, потому что... А там много, там есть прикольные штуки, у меня есть проект Браду Брат, типа, такой, понял, спайсовый рэпчик с района, подбитый гаморрой О7-4. Блядь. А, кстати, у тебя очень много, вот сейчас посмотрел тоже в твоей группе, много переделок, там, флэш-лизер переделки. Да, да я сейчас так поугару. Блядь, это же охуенно. 18-й год, по-моему, это, что, пацаны, аниме, кстати, я был первый, кто это, нахуй, придумал, помнишь, трек, что, пацаны, аниме. Это вот флэш-лизер был, пацаны, что, аниме-то мы с Тартаром делали, вот, под Кезаром мы делали. Да, если бы я был говном, я бы слился тоже, блядь. Что ты там такой? На самом деле, Олегу, респект, пиздец. Я, это ни в коем случае. Хей, прикинь, приедет из Барселоны тебя наебашень. За что? Я за тебя подлечу. Слушай, он даже Моргенштерн не наебошел, мне-то за что, я вообще Олегу респектую, пиздец жестко, Олег, блядь. Нет, да, этот, Рамсанин у него, что, пусть что, блядь. Нет, слушай, я же не Моргенштерн, блядь, я не буду нахуй грязным пиаром пиариться. Все, мне нужны движения, я понимаю, ну ладно, похуй. Олег, он за кадром сказал, что ты лох. Олег, он в кадр сейчас только что сказал, что ты лох. Я уважение Олегу. Увлажнение. Понял, понял. Дедам, блядь. Ты сейчас, получается, в натуре работаешь на двух работах? Да, чтобы прокормить свою толстую задницу. А хули ты не разъебываешь в рэпе? Брат, ну, знаешь, тут очень, как бы, вопрос, я тоже на эту тему рассуждал неоднократно и в компании Майпасси, и сам по себе. То есть, когда у тебя изначально нет откуда оттолкнуться, то есть, ты даже не на дне, ты все время куда-то плывешь, блядь, глубже и глубже, нахуй. Водосточную трубу. А оттолкнуться не от чего даже, понимаешь? А тебе надо постоянно быть в ритме, постоянно, чтобы не проебаться, понимаешь, потому что ты проебываешься, начинаешь что-то писать, у тебя нет денег просто, потом тебе жрать просто, грубо говоря, ничего. А что ты сам, блядь, у тебя ноут есть? Есть. А что ты, блядь, научись биты писать, научись вот петличку, хуярь, на микрофон. Сейчас уже никто такой слушать не будет, брат, я хочу качественно, блядь. Понял. У меня, знаешь, началось все неправильно вообще изначально, у меня сразу было заебись. Да, да, да. А сейчас не очень. По факту. То есть, у меня все, ебаная история загадочная Бенджамина Баттонова. Мало кто знает, но Моргенштерн все спиздил у Эмси Поха, смотрите. Слушай, вот это на превьюшку. Не, мы сфоткаем отдельно. И член, чтобы сбоку влетал. Смотри, мы за тобой, я за тобой как бы слежу. Я ты, блядь, угостил меня глоточек. С меня потом пивасик. Пиздать я. Смотри, за тобой повторяет Моргенштерн. Объясняю. Смотрите, трек по САСИ и у Поха есть трек от САСИ. Ебать, просто спиздил. Следующее. Название? У Поха. Да какое название там, блядь, и все спизжено вообще, блядь. По факту. Дальше. Дис на наш МСУ Поха. А Моргенштерн фитанул с наш МСУ. Дальше. Что такое наш МСУ, блядь? В смысле у него фитс? Кто это? Ты что, не знаешь? С тем самым наш МСУ? У него с университетом. Он просто пиздит все с тебя, нахуй. Вполне возможно, поэтому он до меня до сих пор и не вышел. Ну, это же... Ему стыдно, ему стыдно, наверное, передо мной. Стыдно, пиздец, отвечай. Потому что он сейчас ебет, блядь, шлюх, нахуй, на яхте, а я ебашу на двух работах. А Ешер, сука, выходи, пиздиться будешь. Кстати, давай реально на бой позовем. Да нахуй на бой, мой хуй с его губой, блядь. Только если такое. Если что-то будете рамсы с ним, я сразу... Да я не нахуй ни с кем не рамшу, я самый добрый, блядь, в мире, нахуй, адуванчик. Но если что, я тебя выебу, пидорады. Членосос. Членосос. Не, на самом деле у меня никому нет никаких претензий. Ну, слушай, он изначально начал, как бы, свою карьеру на том, что он хуйсосил других и пиздил. Ну, как ты, в принципе. У меня не было это в плане идеи карьеры. Я просто прикалывался, как до сих пор. Давай, по факту, разъебывай. Сколько ты зарабатываешь? Да не до хуя. У меня выходит, в общем, со всеми моими доходами, расходами, ну, 60, дай бог. Нихуя себе. Дай бог тебе заработать. Следующий вопрос. Ты дрочишь? Да, по-моему, мне этот вопрос вообще можно... Да, можно следующий вопрос? Да, конечно, конечно. Надо чем? ПУТИН! Красавчик? Безусловно. Безусловно. А кто же он еще? Слушай, Владимир Путин. Молодец. Политик, лидер и борец. И творец. Наш президент страну поднял, и Россию Путин не предал. Кушал холодец. Кушал холодец. Это будет новая рубрика. Спрос за татухи. Смотри, у тебя татуировки. Да. В какое время ты набил первую татуировку? Да, блядь, очень давно еще пиздецком. В девять? Нет. В роддоме, блядь. Нет. Первая была вообще, по-моему, подожди, вот тут была точечка. Хуйня была какая-то. Здесь вот была одна точечка, короче, просто точка. Блядь, точка, знаешь, да, что это за хуйня? Да. Бля, братик. Нет, тут была буковка П. А, ну все. Маленькая буковка П. Типа, вообще, она как знак вопроса читалась. Короче, это самодельные машинки. Ты помнил, я же бич, ебаный. У меня нет денег, это все уже ходили в охуенных татухах. Я дрочил. Смотри, вот это вообще моя первая такая, типа... Там еще тени нахуярены. Да, нихуяр. Я ебаш. Давай другие снимай. Да это все, это про такие вонючие. Вот это вот татуировка. Любовь написана. Любовь жестока, блядь, понимаешь? Здесь у меня вот такая еще хуйня. Любовь жестока, слушайте треки МС-поха. Красивая? Здесь такая еще штука есть. Вот моя любовь. Это моя любовь. Вот это реально клево набито. Это я сам набивал. От души. У меня тут есть, по-моему... А, это, блядь, хуйня тоже какая-то ебаная. Ты поддомик. Напоминание... Напоминание о сверловке, сука. Солнышко, видишь? Вот оно, солнышко, блядь, он остелок. А тут у меня есть червячок. Сейчас покажу. Это мой любимый. Я его перебивал раз в шесть. Очень больно его здесь бить. А на очке есть якорячок. Красиво? Нет, нет, у меня якорячка. На очке. В принципе, все, что за них пояснять. Топчик. Я сосал, меня ебали. Все. Ладно. Лизал пизду куда-нибудь? Конечно. С удовольствием. Даже сегодня. Да ладно? Да, даже сегодня. Ну, перекурим? Посидим чуть-чуть. И... Не надо мне вставлять, пожалуйста. Братик не буду. А я... Знаешь, вот в чем самый прикол видосов, которые я делаю? Бля, я их сам нарезаю, как хочу. Да хуенно. Я могу... Это пока ты не заебался их сам нарезать. Ну, в смысле, у меня монтажер. Сейчас у тебя пойдет... Не, у меня монтажер есть. Уже он ни хуя, ты серьезный мужик, блядь. Бля, ебать начальство с тебя. На самом деле... Просто, ебать, пизду не лижет, блядь. И ролики не монтирует. И пэшка, блядь. С хуями торгует резюною. Не, на самом деле... Ну, я не прям супербогатый, но у меня просто есть, типа, магазины в онлайн-торговле. Вот я просто ими занимаюсь, и у меня как-то вот так немножко скопится. Я поеду, что здесь делаю. А вообще, я начинал с того, что я брал интервью у проституток, нариков, хуяриков там. Ну, как хикан, короче. Ну, да. То есть, ты пиздишь у хикана. Вот честно, кстати, вот, блядь, реально, я не знаю... А, вот мы как вышли, слышали, блядь. На пиздоболу-то вышли. Ваня, Ваня, приглядись к мальчику, нахуй. Не, на самом деле, блядь, я начал делать, еще когда не знал хикана. А потом я увидел, и у меня к нему почему дизреспект? Потому что я-то приезжаю, в личную встречаюсь, а он онлайн. Он, блядь, онлайн-то, в принципе, легко сделать, блядь. Он, типа, ебало свой очень долго не полил. Вот. То есть, я начал сразу, как бы, делать это все со своим. Когда у него популярность пониже стала, он сделал, блядь, дианон. Он чуть-чуть похайповал еще, и все. Да, да, да. Ну, как и у меня, в принципе, я вообще давно, я вот, гниющий труп индустрии. Не, мне кажется, ты разъебешь, блядь. Знаешь почему? Я разъебу, скорее всего, лицо себе сегодня вечером, когда напьюсь нахуй. Не-не-не-не-не. Где-нибудь, блядь, ну, на ступеньках, блядь. Я когда работал, сегодня будет съемка, это по-любому. Сегодня вечером. Видели это видео? Я когда работал в Смольном. Да, 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 я хочу здесь ебануться, ступенек. Я когда работал в Смольном. Это врач алкаш, сидел на Невском. Да, да, да. Он стоит, ну, блядь, багаж целый, он стоит такой. А давай в камеру зайти. Я такой, я когда, блядь, работал в Смольном, и просто полетел, блядь, пешком. Как ебаный Иисус. Я вот думал, что ничего нового уже мемов не будет, знаешь, каких-то смешных. Ни хрена, вот это будет классика, отвечаю, это будет классика. Питерская? Нет, это классика российская, мне кажется. Я, может, вам дальше сегодня что-нибудь пожрать вкусное сделаю. О-о-о, на? Да. О-о-о. Может быть. О-о-о. Ну, у меня там оленина, понял. Я готовлю оленину, нахуй. Я ебал в рот работать, мужики, донатьте мне деньги. Донатьте ему, он мне передаст уже, там, блядь. Нет, нихуя, он пидераст, он не передаст, давайте мне, напрямую. Сейчас появится, вот здесь, вот в углу экрана, ссылка, нахуй, на донат, блядь. Он, он, он пидераст, он на донаты мне не передаст, ем и делаем это просто. Ты опять начинаешь свою хуйню, блядь. Не, ну, нормально же получилось? Отлично, блядь, отлично. А скажи, пожалуйста, ты свое лицо полил? Да, блядь, всегда, по-моему. Я просто не помню его совсем. Просто это, знаешь, если бы меня сейчас репостнул Моргенштерн где-нибудь, все бы сразу узнали, блядь, про меня. И всем бы понравились и мои старые треки, и новые. Если бы еще сказал Оксимирон, там что? И Слава, Слава, КПСС, блядь, ты бы разъебал. Так Слава, блядь. На самом деле, знаете, хочу что сказать, друзья. Часто бывает такое, что вот ваше внимание приковано какой-то пара. Стой, 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 вот сейчас должен быть черно-белый экран. Ту-ду-ду-ду-ду, давай. Глубокие мысли. Рубрика «Глубокие мысли». Часто бывает, что ваше внимание приковано какой-то пара, к которой приковано внимание масс. Но, когда вы смотрите канал «Отбитый», ваше внимание приковано действительно, блядь, элитарным, нахуй, персонажем. Поэтому следите, сука, подписывайтесь, ставьте лайки. Это я не могу сказать. Все для вас. Ну ладно, чем, можно заканчивать. Еще можно козырной сделать. О!